Новосибирский предприниматель Василий Безруков по собственной инициативе сделал дорогу на улице Зыряновская. Проект согласовал за 20 дней, на все работы потратил около 400 тысяч рублей. Участок дороги небольшой, около 250 метров, но для жителей окрестных домов умеет огромное значение. Почему бизнесмен взялся за строительство дорог, расскажет Владимир Киселев. Бой бездорожью, пыли и грязи решил дать новосибирский предприниматель Василий Безруков. Он часто прогуливался пешком по этому участку улицы Зыряновская и решил, и ее нужно благоустроить. Ходим, смотрим, что машины мешают друг другу ездить, ну и в частности даже и себя. Обратились в департамент транспорта, сделали здесь одностороннее движение, потому что рядом широкая улица, а здесь всего 3 метра. Они также пошли нам навстречу, организовали здесь одностороннее движение, ну и сделали этот участок. Могли бы, конечно, сделать и больше, но, как говорится, по возможности. На изменении схемы движения Василий не остановился и решил на собственные средства положить на этом участке асфальт. Подготовка заняла не больше месяца. Новую схему движения специалисты городской администрации одобрили сразу, а на получение разрешения на строительство дороги ушло 20 дней. Асфальт рабочие начали укладывать 9 июля, и уже сегодня дорога будет полностью готова. По словам Зинаиды Шараповой, пенсионерки, которая живет здесь уже много лет, это настоящий подарок городу. Здесь уже устроили вообще стоянку, там устроили вообще стоянку на это самое. Белье не вывесить, потому что пылище такое, пылище, что это вообще как... Мы уже траву, мы уже дома, траву обычно косили, сейчас мы уже ее не косим, потому что хоть маленько она задерживает эту пыль. По словам рабочих, местные жители всеми силами пытаются помочь в строительстве дороги. Местные люди выходят, они даже поблагодарят нас, да, чтобы... Вот, они все начали помогать нам, воды приносят всякое, да, тогда когда-то это самое... Заправлять надо, которые они нам помогают, молодец, вообще очень хорошо отношения имели. На все работы Василий Безруков потратил не больше 400 тысяч рублей. Предприниматель заявляет, сделать доброе дело и помочь Новосибирску совсем не сложно, и призывает всех неравнодушных горожан делать город лучше общими усилиями. Владимир Киселев, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если Вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал, ссылка внизу. А здесь мы разместили для Вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.